Он говорит тому, что они у вас учат, слушайте, но по делам не поступайте. Не имеется в виду то, что они плохо поступали. Имеется в виду, что законическое состояние делает человека уединенным, ставит его в сторону самооценки, что он достиг чего-то. По этой причине Ишуа говорит ту притчу, которую мы слышим. Один человек стоит в храме, он молится, пришел также и мытр, и бьет себя в грудь и говорит, я грешник. А тот говорит, а я праведник, я не такой, как он. И он говорит об этой ситуации, что фактически религиозное превозношение в своих делах может привести тебя к отделению как от Бога, так и от общества. Фактически никто не хочет общаться с надменными людьми. По этой причине Ишуа делает простые вещи. Он приходит в дом человека, и к нему приходят люди разные. Мытари, блудники, развратные женщины, которые икаются. Этот доступ был к Ишуа. Это модель, которую оставил Ишуа для своей общины. Хотя и ученики, если вы помните, они всегда боролись с этим и говорили, ох, ты знаешь, что произошло. А почему? А зачем? Зачем нам кормить пять тысяч человек? Какая задача? Лучше распусти их. И он показывает, что служение людям поможет развитию той благой вести, которая должна быть. Служение друг другу. Если вы помните, какие заповеди были даны Маше для всего Израиля. Там Богом. Были даны десять, мы говорим, слов. Четыре из них относительно отношений между Богом и человеком. Обязанности. И остальные шесть между человеком и кем? Человеком. Пятая заповедь – это почитай отца и мать. И он говорит о том, что не просто почтение в семье, а уважение в обществе, забота о бедных, о уже взрослом населении, или же, можно сказать, пенсионерам. Это очень важно, потому что фактически эту модель берет первопоследская община и действует так. Если вы запомните, в 2 главе «Деяния апостола» говорится о том, что среди еленов произошел ропот. Не бунт, ропот. Что такое ропот, отличающийся от бунта? Бунт – это то, что хотят изменить правила игры в свою сторону и стать на месте управляющего. Ропот – это то, что недовольство, которое хотелось бы исправить маленькие неуладицы, которые сопровождаются в служении или же в обществе. И среди еленов произошел ропот, что их вдовы, помните, да, мы говорим о заповеди, их вдовы были обделяемы, то есть не было заботы достаточной. Этот ропот был не встречен как, знаете, вот, ага, бунтари, давайте мы сейчас с ними разберемся, а как довольно серьезное изменение необходимо сделано, должно было бы сделать апостолы. И что они делают? Они ставят принцип избирать служителей, слуг, чтобы заботились о людях. И представьте, если первая апостольская община, которая в день Пятьдесятницы пополнилась тремя тысячами людьми, и через буквально, через некоторое время еще приблизилась туда люди, 10 тысяч человек в очень короткое время пришли к Господу. Как озаботиться о людях, которых 10 тысяч человек? В нашем разуме сразу встает такой момент, что там все пришли, туда все бедные. Правда, да? Или нет? Ну, если там они каждый день раздавали пищу, значит, там были одни бедные. Кто в такую общину захочет ходить, там все бедные, куда деньги брать? Но в сущности, там же не говорится о том, что там бедные. Забота о людях, не обязательно, чтобы это была забота апостола о бедных. И Шуа говорит, бедных вы всегда будете иметь, а меня не всегда. Значит, забота о духовном была важнее, и апостолы делают этот шаг, шаг к изучению слова и преподаванию слова людям, чтобы они не пользовались добротой друг друга, а ради того, чтобы покушать и позаботиться о этих вещах. Даже добрые дела, которые делали люди, принося перед Богом ног апостолов пожертвования, даяния и так далее, это был принцип, который было не отдать все, что у тебя есть, а отдать для того, чтобы было у всех. Не все, а у всех. И это была очень важная часть. Это был принцип даже иисеев, который, если вы знаете, как касса такая была в Израиле, одно из религиозных направлений. Это у них было такое более, все было поровну, такой социализм своего рода. Но этот принцип дальше мы видим в развитии общины, и эта модель была взята в другие места. Эта модель была взята в Ефес, из Ефеса в разные места. И мы говорили, примерно к третьему столетию количество людей, уверовавших в Вишуа, было около 10 миллионов. Были ли они все евреи? Нет, потому что большинство неевреев, которым не нужно было обрезание, то есть правила, которые делали иудеи, обращая в иудаизм, они обрезались, обращение к Ешуа не нуждалось в обрезании. Потому что верою, сердцем веруют ко спасению, а устами, что? Вера, сердцем веруют, а исповедуют ко спасению. Мы веруем, что Ешуа умер, а устами мы исповедуем. И для этого не нужно изучать весь закон Моисеев, хотя 15 глава Деяния апостолов говорится о вопросе, поднимается вопрос, что делать нам с неевреями, которые уверовали в Ешуа. И если посмотрите внимательно, там произошел очень большой-большой спор между братьями. Там были уверовавшие из фарисеев, которые были ревнители закона. Это очень важная часть. Они были ревнители закона. А если они были ревнители закона, закон тогда действовал в общине. Или я не прав? И они были отдельно собирающиеся дома, домашняя группа, которые были читители закона, а все остальные бендюжники. Делайте, что хотите. Нет. И они имели свой голос. И в этом споре, если мы сейчас откроем, давайте мы откроем сейчас это все. 15 глава Деяния апостолов. Смотрите, некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обреживаетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Так ли это или не так? Что давало обрезание, которое было у Иудеев? Спаслись ли они до этого? То есть фактически реальность такова, что знак на теле у еврея означал его законное положение относительно Авраама и завета Авраама с Богом. Это обитованная земля. Позже оно, конечно, перешло в обращение, чтобы стать Иудеем, можно было обрезаться и так далее. Смотрите, апостолы, они начали спорить там. Когда же произошло разногласие, немалое состязание у Павла Сварнава с ними. То есть фактически у них началось состязание быть. Они начали спорить. И некоторыми другими из них отправили по всему делу к апостолам. Пресвитерам в Иерусалим. То есть они послали вопросы, что делать. Управление первоапостольской общиной. Что дальше делать? Итак, был провожен церковью, то есть община. Они проходили через, мы говорим дальше, 15 стих. Яков говорит такое слово. По всему я полагаю, не затруднять обращающиеся к Богу из язычников. То есть 19 стих. То есть не препятствуйте из других народов применять Божье спасение. подходить к Богу. Не препятствуйте. То есть обрезание, какие-то условия, что должны они делать, было препятствием. Потому что был большой спор. Посему я полагаю, не затруднять обращаться к Богу из язычников. И написать им, чтобы они воздерживались от скверного идолами, от блуда, удавленной крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Простые вещи, которые были здесь описаны. И дальше написано, «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читаем в синагогах каждую субботу». Зачем нужно было им употреблять эту фразу? Если можно было сказать простую вещь. Вот, полагаем, эти вещи сделать, и все. Но он делает фразу, которая фактически большинство церквями и христианским миром, забирается в сторону. Тогда, в то время, не было послания Петра, послания Иакова, послания Иоанна, Павла. Не было посланий, не было ничего, кроме одной Торы. Понимаете, да? Была только Тора, которая читалась, и закон Божий, который читался, и имеет проповедников, имеется в виду, иметь учителей, раввинам, которые этому учат. И если кому-то интересно, что происходит, и что нужно делать, то пускай в любом городе может поинтересоваться, о чем говорится. Для меня это очень простая вещь. Это не отделение нового движения от народа, который живет какими-то принципами и традициями. Это не отделение. Чаще всего мы видим любое пробуждение, которое затрагивалось в 16, 17, 18 веке через Англию, в Германии, в Америке, в бывшем Советском Союзе. Оно отделяло людей. Фактически оно должно отделять людей какое-то пробуждение, но отделяло и вырывало их из общества. И говорили, мы теперь такими не будем. И они говорили, подтвердить свое новое понятие Бога я отделяю себя от некоторых вещей. Но многие общины пробуждений отказывались от чая. считают, что чай это грех, потому что на содержание большого количества кофеина влияет на мозги, человек не спит, поэтому бесовский напиток. Вот такое было. Это в Англии такое движение. Кофе, вы что, это было что-то очень страшное, серьезное. когда некоторые проповедники, в то время они еще подкуривали сигары, когда эти проповедники сделали большую рекламу сигар, они поняли, что это не совсем правильно и запретили уже и сами сигареты курить. То есть было полностью отделение. Фактически такое же отделение, как делали Иисеи. Отделить себя от общества, чтобы наша святость превозошла наши греховные дела, и тогда придет Мессия. Понимаете, да, о чем я говорю? Это ситуация очень серьезная. И даже движение, будем говорить, то, что сегодняшняя праздница 90 лет евангельскому христианскому движению на Украине, то есть пятидесятникам, там тоже были свои правила. Я даже дожил до того времени, когда тогда считалось, что джинсы носить это было греховно. Ты мерзкий человек, ты грешник. Если ты имел галстук, то галстук это носили коммунисты, это предатели, это антихристы, и начинается, и что он еще показывает как раз туда, куда идет в ад, а почему ад в земле, я не знаю. Понимаете, да, что я говорю? Допустим, и что-то пластиковое. Галстук показывает твое направление. Потом прически, крашивание волос, стрижка, палатки, серьги, и все остальное. Искали местоописание, которое говорили о радости, что твоя радость превратится в скорбь и в слезы, повынимайте серьги и уши с жены, потому что они идолопоклонники, плачьте, рыдайте, не сообразуйте свеком сим. Это принципы, это фактически нормально. Я говорю, это нормально, норма к любому новому движению отделить себя чем-то. но здесь отделение от народа было всего лишь отличало их немножко другой позицией. Их отделяло крещение Духом Святым. Ничего больше. Вы понимаете, что я говорю? Нет? Они так же ходили, как и раньше ходили на молитву и ходили они туда, куда ходили все. Чаще всего люди, которые в новых движениях, новых ответвлениях религиозных, они сразу себя все, выйди из народа сего. Принцип, мне Бог сказал выйти, и Господь меня выявил и сказал мне выйди из нечестивого народа. Вышел из баптистов и пошел к 50-никам. Или из 50-никам пошел к харизматам, из харизматам православной. Выйди. То есть каждый себе ищет больную тему. Мы не видим, чтобы это происходило первоапостольской общине. Понимаете, о чем я говорю? Услышите меня, о чем я говорю. Те, кто смотрит меня по видео, в школе, я понимаю, что я может быть критикант для вас, и я что-то не так говорю. То, что я вижу, община, при том, что они боялись быть преследованы от иудеев, получив крещение Духом Святым, приобрели силу не отделиться от общества, а наоборот рассказывать проповедь Евангелия, Благовести, всем, кого не могли проповедовать. Они себя не отделили, не ушли от иудаизма, как такового. И это свидетельствует тому, что там в рядах рожденных свыше были фарисеи, были книжники, были люди, которые при правительстве, они были по ментальности, по своему убеждению и обучению были фарисеями, или же книжниками, то есть грамотными людьми. И они не отделили себя от общества, они так и остались. Но они были немножко другими. А они верили, что Ишуа есть Мессия, давший им силы Духа Святого, обещанную через Иоиля, который Бог говорил, что примите силу. И Ишуа говорил об этой силе. И что через их верование в Ишуа происходят перемены о том, что мы говорили. Они так же собрались, собирались на шаббат, они так же собирались на Габдалу, они так же собирались в синагоге помолиться. И здесь Иаков употребляет этот термин. Говорят, что вот для тех, кто обращены из язычников, давайте не будем их много нагружать, не надо много нагружать. Самое страшное, что язычники могут услышать, сказать, ты не можешь спастись, если ты не обрежешься. А язычники которые говорят, так я уже уверен, что ваш Мессия Ишуа, он есть мой Мессия, он есть Господь, я верю, что он умер за мои грехи. Теперь что мне делать? Я спасся или не спасся? Одни говорили, недостаточно, нужно еще кое-что поотрезать для того, чтобы баланс для молитвы был правильный. Вы слышите, да? И непонятность была. Для иудея принять Ишуа никто не обрезывался. Почему-то для язычников, которые не евреи, приняли Ишуа, нужно обрезание. И вопрос не стоял обрезывать их или не обрезывать их. Очень важная вещь. почитающие дни, или же там, как написано, читущие дни, для Бога чтет их. А не чтет эти дни, для Бога не чтит. Что это имеется в виду? Имеется в виду суббота или же вообще праздники? Или же какие-то еще новолуния? Или же какие-то еще дни? Фактически для чего? Что это? Говорится не о том, что ты делаешь, потому что делами оправдаться никто не может, а то, что ты ходишь в общину или в церковь или ты сидишь на скамейке, слышишь псалмы не делает тебя святым. Другими словами, делаешь ты это или не делаешь не делает тебя святым. А вера, которая очищает нас от греха, верует в то, что своей праведностью мы ничего не можем достичь. Это была основа первоапостольской общины. Они не разбирались, ты саддукей, фарисей, чур-чур, отвлекайся от всех, перекрещивайся теперь в наше. Там было одно крещение. Реально, там было одно крещение. Не было крещения католического, православного, бедензиатинского, баптистского крещения, которые перекрещивают и все остальное. Там было одно погружение, одна тфила. То есть, осознав свои грехи, человек погружался и верою, верою в то, что он со Христом, с Мессией, погружается в смерть и с ним же воскрешается измерток, но новым человеком. Для этого нужно было верить в это. До сегодняшнего дня в синагогах происходит ритуальное очищение. Называется тфила. или же миква, там где ванна, где проходят очищение. Это омовение рук. Женщина проходит микву после очищения своих менструального цикла. То есть, есть принципы, но еще это не то, о чем я тебе говорю. Должно быть рождение еще свыше. И водное погружение это как подтверждение, что ты полностью его. На этом стояла первая община. И для них вопрос обрезания или не обрезания стоял очень важным. Понятие того, как человек принял Господа. И дальше он говорит, все остальное, если хотите узнать, он не говорит, пойдите, там есть одна церковь, которая там отделилась, у нее там правильные дела, там вот у нее и спросите, как нужно дальше поступать. Яков говорит, если кому нужно что-то узнать в каждом городе, то в каждом городе, где имеется синагога, там и есть Тора. А если есть Тора, то есть люди, которые разбираются, что там было написано. Хочешь узнать, что нужно сделать, пойди к Рэбе. Другими словами, что там будет всегда общество, которое верит. И где бы ни был Раф Шаул, то есть Павел, он всегда ходил в синагогу. Там, как его принимали, как иудея, его не принимали, как христианина, как какого-то изувита, какого-то человека, которого, ну, какой-то крест носил или что-то еще. Нет. Его принимали своим, где он имел возможность что-то сказать. А он был знаем везде. Поэтому принимали. И ко всему принимали как своего. И евреи принимают евреев, правильно? Как своего. Помните, он говорил, что раньше в советское время верующих было не так много. Многие друг друга знали. Поэтому те, кто знали, даже приходил, говорил, что я приехал оттуда, из этой общины, тебе давали ключ люди, и говорили, живи сколько хочешь, положи ключ там и там. Даже не проверяли, насколько ты справедливый христианин. Но на самом деле так же самое происходило и в иудейской общине. Там не мог туда прийти просто язычник. Должно было сознание какое-то быть. И Рав Шаул приходил туда, и там он проповедовал. Оттуда начиналась его проповедь. И когда начиналось возмущение, он выходил на улице, проповедовал на улицах. И разделялась община. Иудеи, которые уверовали, иудеи, которые не верили в это, что такого не может быть, и разделялась община. За это фактически он пострадал. Если мы посмотрим по реальности, что он носил как смуту такую. Но здесь Яков говорит о ситуации, в которой если ты хочешь что-то больше узнать, что дальше делать? Ты следуй слову. А в слове очень просто написано храни день что? Субботний. Потому что в этот день Господь что? Почил. Никто до 400 года, до реформации даже никаким образом не думал изменить субботу на воскресенье. Понятно, да? И мы говорим об этом. Очень важно. Я не хочу стать. Мне безразлично. На самом деле вам говорят так. Мне главное, чтобы человек был верующий человек, чтобы он по-настоящему был верующий до своего основания. У него суббота, воскресенье, четверг, пятница, хоть всю неделю ты делай себе служение. Главное, чтобы ты по-настоящему верил в Ишуа Мессии как личного спасителя и искупить твои жизни, не осуждая других в выборе дня. Поэтому говорится, кто выбирает этот день, для себя выбирает или для Бога выбирает. Если он чтит, значит для Бога чтит. Не чтит, значит для Бога не чтит. И дать человеку свободу выбора и в свободу выбора, куда двигаться дальше. Мы понимаем, что пришли от Иакова, община в Иерусалиме была очень религиозна, именно иудейская. иудейская была, именно иудейского мышления в Иерусалиме. Чтобы вы понимали, как бы написано, что пришли от Иакова иудействующие, да, от Иакова, и люди смутились, и сам Петр смутился. Помните, да, когда Павел взял его обличил. Когда пришли от Иакова, он раз, и все, высадился. И здесь Павел был смелым, говорит, подожди, не нужно так делать. Нас Господь освободил, Он дал нам свободу. Поэтому прятаться не нужно, и делать беду тоже не нужно. Фактически ситуация очень проста. Община первого столетия никогда не пыталась отделить себя от общества и сделать что-то свое, вот именно свою какую-то большую-большую секту. Понимаете, да? Это не было подсознательным, никогда не было этим. Ишуа говорит, я пришел не разрушить закон, а исполнить. Я пришел, чтобы соединить, не разрушить. Да, люди будут спорить, обо мне будут спорить. Да, вы будете изгоняемы за имя мое. Вас будет выгонять из синагога, все это будет, это будет происходить. Но умножайтесь, умножайтесь, я победил мир. ваша цель не выйти из синагоги, а оставаться там. До одного момента, когда именно вот началось разделение на иудействующих или таких христиан, которые иудействующие, и свободных христиан. до 1400 году очень много изменилось. Угасли говорение на языках, порочества угасли, угасло понятие такое, как осознательное покрещение через исповедание грехов, угасло дары Святого Духа, имеется в виду исцеление, порочества, это уже к реформации, это все угасло. К этому времени стали заменять процесс христианизирования, то есть если у иудеев 7 раз отмеря 1 раз отрежь, то есть 7 дней подождал после рождения сына, на 8 день его обрезал, то более нееврейской стороны церкви вопрос было, что делать, спасение по вере, а не по обрезанию, и пришла бы на такой момент будет крещение. Начали крестить детей в это время, что не соответствовало Писанию. И в этом очень сильно пошло разделение, чтобы вы понимали, иудейская община, она очень принципиальная, и до сегодняшнего дня. Не может быть три Бога, должен быть один Бог, не может быть замещено обрезание своих детей на водное погружение. вы понимаете, если вы не делаете это, то вы не делаете как не иудеи. Вы не делаете, поэтому не делайте себя как не иудействующие. А если мы иудеи, то мы имеем право это делать. И никто это не запрещал, никто не убирал это. Сам Павел обрезал Тимофея ради чего? ради иудействующих. Другими словами, если мы говорим об Ефесе, помните, говорили, что Тимофей, он был служителем там. И там очень много работы было, послание к Тимофею. Мы говорили, что там сто тысяч человек была община в это время, за два года. И ради иудействующих там, то есть, другими словами, община оставалась какой? еврейской. Ну, по своему принципу служения. Я хочу, чтобы вы понимали. И сегодняшнее возвращение многих людей к корням веры, да, вот как бы как оно было, не есть феномен. Это Божий план. Я верю, что это Божий план. Я не призываю к обрезанию, я не призываю к этому, я не призываю к каким-то законническим иудейским принципам, которые сегодняшний день они очень сильно изменены. даже по Галахе и там всем вещам. Но вот этот принцип, который здесь написан в Деянии Апостола 15 глава 15 стих, это принцип Гиюра. Гиюра это обращение. Если пришел не еврей к раввину, в старых письменах, в старом, как бы сказать, старых еще позициях иудаизма было так сказано, дай человеку, то есть, дай геру, гера, на племеннику, дай ему две-три заповеди легкие, одну тяжелую, если исполнил, обрежевал. Весь Гиюр был. Сегодня, на сегодняшний день, это процесс еще очень долгий, есть процесс, который там относительно кашрута, относительно чистоты, относительно там изучения языка, Слова Божьего, то есть, Торы, и понятие такой позиции, как отречение от всех остальных религий, включая и христианство как бы какого. Поэтому ситуация такая, это очень отличающая, поэтому я не призываю к этому. Я призываю посмотреть внутреннее состояние, какая была община первого столетия, и оттуда оттолкнуться, что мы хотим видеть сейчас. Аминь.